Добрый день! Хочу вас познакомить с роботом, его зовут Алёша. Нашего Алёшу сделали дети 11-14 лет. Можете себе представить, если дети могут делать таких роботов сегодня, что нас ожидает в будущем? Моё личное знакомство с роботами началось в ноябре 2008 года, когда я впервые попала на детскую олимпиаду по робототехнике, на Всемирную олимпиаду по робототехнике, которая проходила в Японии. Именно там я увидела, как много детей сегодня увлекаются роботами и как новые технологии уже наполнили нашу сегодняшнюю жизнь. И на церемонии награждения на этой олимпиаде компания Хонда представила свою новую разработку — это робот Азима. Это невозможно передать словами, потому что то, что я увидела, это меня потрясло. Это плавные движения, чёткая речь. И было такое впечатление, что я перенеслась в далёкое будущее. И, конечно, для меня в один момент стало интересно, это моё личное впечатление, а что об этом думают дети, как они реагируют на происходящее вокруг них. И для меня это было удивительно, когда дети воспринимали это совершенно естественно. Они были на олимпиаде по робототехнике. Они сами создают этих роботов. Для них это их будущее, которое они делают своими руками. И в этот момент у меня появилась большая мечта — привести это в Украину. И чтобы наши украинские дети представляли нашу страну на самых престижных соревнованиях по робототехнике. Вернувшись в Киев, мы с нашей командой приступили к подготовке, к реализации этой мечте, мечты. Могу сказать, что в тот момент в Украине не было робототехники для детей. У нас не было опыта подготовки команд к такой сложной олимпиаде. Но уже через два месяца у нас сформировались команды, 35 команд, 70 детей. И в ноябре 2009 года мы провели первую всеукраинскую олимпиаду по робототехнике. Победители этой олимпиады впервые готовились представлять Украину на самых престижных соревнованиях детских по робототехнике. Эта олимпиада проводилась в Южной Корее. Четверо детей, 10-14 лет, отправились в свое первое путешествие. Первое путешествие в будущее. И я не могу объяснить, сколько у нас было волнений, какая у нас была колоссальная ответственность впервые представлять Украину на столь престижной олимпиаде. Команды Японии состояли из 15 команд, Россия — 10 команд. И Украина приехала, маленькая Украина, со своими первыми двумя командами. Выступление на этой олимпиаде состоит из нескольких категорий. Категория, основная категория там, где ребята представляют свои роботы, и роботы выполняют определенную миссию на поле. Вот вы можете сейчас видеть нашу участницу олимпиады Ярослава. Это была самая красивая девочка на олимпиаде. Единственная девочка, которую фотографировали все, из которой все фотографировались. И это была такая серьезная заявка для нас. Конструкция роботов в этой категории, она уникальна. Дети создают ее в соответствии с требованиями под выполнение этих миссий. И, конечно же, и программа под этого робота, она тоже уникальна. Ее повторить невозможно. Все находятся в одинаковых условиях, но у всех разный подход к выполнению этих задач. Наша команда заняла шестое место в этой категории. Шестое место на Всемирной олимпиаде по робототехнике среди 117 команд 35 стран мира. Следующая команда, которая представляла впервые проект, это был робот-кулинар. Это конструкция, то, что вы сейчас видите, который выполняет узор на торте. Причем любой узор. Вы можете загадать любое ваше желание. Это может быть надпись, либо это может быть рисунок. Просто скажите ему, что нужно сделать. И он выполнит этот узор. Но победить в этой категории не так просто, потому что проектов очень много. И все проекты интересные. И дети готовятся к этой олимпиаде на протяжении полугода. Но нам нужно было чем-то удивить судей и показать свою изюминку, свой необычный подход, который только принадлежит нашему роботу-кулинару. И нам удалось это сделать. Наш робот-кулинар в наше изделие ставил свечки и поджигал их. Это, конечно, вызвало море эмоций у судей. Они просто сказали вау. И это был самый главный приз в категории творческой. Он был отдан украинской команде. Мы первые вышли на церемонию награждения. Мы не поверили сначала, когда произнесли Украина. И мы бежали просто сломя голову на сцену и не верили в свое счастье. Следующая Олимпиада, которая проходила в 2010 году в Филиппинах, тоже принесла украинской команде успех. Мы представили самый масштабный проект за всю историю Всемирной Олимпиады. Это был робот-дирижабль. Робот-дирижабль, который исследует территорию, предупреждает туристов о опасности и таким образом выполняет вот такую вот миссию предупреждения в труднодоступных местах. Наши Олимпиады, они... Конечно, это большой труд. Большой труд подготовки к этой Олимпиаде. Но это же дети. И мы прекрасно понимаем, что та ответственность, которая на них ложится, она... Мы должны ее разделять. И во время наших Олимпиад, кроме того, что мы показываем хороший результат, у нас еще много интересных, смешных историй, которые мы привозим. Вот, допустим, история, которая связана с нашим дирижаблем. Мы тоже готовили этот проект достаточно долго. И для того, чтобы наш дирижабр летал, необходим гелий. Газ-гелий. Ну, как провести гелий на Филиппины? В самолете? Ну, сложно ответить, да? Ну, никак. Мы нашли компанию в Филиппинах, которая нам согласилась этот гелий предоставить. Но вроде все было договорено, все было хорошо. Но, к сожалению, секьюрити Олимпиады, ну, скажем так, по понятным нам причинам, не разрешили проносить баллон с гелием. Проект был под... Ну, это был крас для нас. Как показать проект, если мы не покажем наш дирижабль? Это невозможно. И тогда дети придумали. Очень простая идея. Простая, но которая нам помогла представить этот проект. Это обычный фен, гостиничный фен. Мы надули наш дирижабль, и он полетел. Ну, скажем так, он не совсем полетел, но мы смогли продемонстрировать его. То есть все технологии работали, и это было абсолютно очевидно, что с помощью геля он может перемещаться и выполнять вот ту задачу, которую мы перед ним поставили. Это была еще одна победа, еще один приз, еще одна номинация за лучшее исполнение. В категории проектов. Это наши ребята, которые участвовали впервые в состязаниях по робофутболу. Даже есть такие категории, робофутбол. Дети программируют роботов, и роботы совершенно автономно играют на поле. У каждой команды по два робота. Наша Олимпиада в Абу-Даби, шестое место призовое. Это удивительно. Это удивительно то, что помогут наши дети. И мы не перестаем восхищаться, насколько они талантливы, насколько они готовы к вызову и готовы ко всему тому, какие задачи мы перед ними ставим. Как вы думаете, с какого возраста у нас в Украине, ну и вообще в мире, можно начинать заниматься робототехникой? С четырех. Ну это очень близко. Близкий ответ. Шести лет. Вот шести лет мы уже готовим детей к тому, чтобы они занимались робототехникой. А в семь лет они уже инженеры. То есть они готовы выполнять. Это механика, это инженеринг. Это, я вам скажу, второй курс университета. Они легко с этим справляются. То, что там наш Ваня немножко задумался, ну у этих детей есть глубокие мысли, им есть о чем подумать. А в 9-10 лет дети уже строят свой город. Полностью роботизированный город, который работает на альтернативных источниках энергии. И это наше будущее. И это будущее у них уже сегодня. Они знают, что без этого их будущее невозможно. И они уже к этому готовы и реализуют это. В этом году мы также участвуем, начали участвовать в самой масштабной научной олимпиаде ФЛЛ. Это олимпиада, которая собирает более 20 тысяч детей из 78 стран мира. Это самая масштабная детская научная олимпиада. Перед детьми ставятся такие задачи, которые не могут решить взрослые. Например, в этом году перед ними была поставлена задача это решить проблему пожилых людей. И дети предлагают свои решения. И те решения, которые имеют право на жизнь, они масштабируются, получают за свое решение патент. И это уже для детей будет в будущее. Хотела бы сказать, что мы только к этому подходим, но мировая практика, очень много известных мировых компаний поддерживают подобные соревнования. и считают за честь быть причастными к формированию будущей элиты, научной элитой, IT-специалистов. Мы мечтаем, чтобы у нас в Украине тоже был такой же список компаний, которые хотели бы помочь, и которые бы действительно стояли в очереди. Мы к этому стремимся. И хотела бы завершить свое выступление на такой вот радостной ноте. У нас в этом году прошел пятый юбилейный фестиваль «Работика-2013». «Тринадцать» — это фестиваль, который собирает всех украинских детей и робототехников, и просто детское творчество и тех детей, которые только готовятся стать робототехниками. Этот фестиваль вдохновляет нас на то, чтобы мы продолжали делать то, что мы делаем. Мы взрослые, мы должны для себя... Мы говорим, что мы любим детей, что нам очень важно, чтобы они в будущем состояли, чтобы у них было хорошее будущее. Давайте будем это хорошее будущее делать вместе. Давайте будем наших детей поддерживать. Ведь вот на этом пути мы и сами очень многому научимся. Это тоже будет наш путь, который мы пройдем вместе. И в конце концов мы все будем победителями. И у этих детей есть мечта. Есть мечта. Не все станут робототехниками, но однозначно все лучше будут готовы к своему будущему. И вы знаете, я вам скажу такую простую вещь, что робототехника — это просто, это интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok